Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мой первый подкаст. Расскажу немного о себе. Меня зовут Ярослав. Я аспирант философского факультета и собираюсь делать такие подкасты, связанные с философией разной длины, на различную тематику. Сегодня у нас первый раз, и я бы хотел поговорить о гносиологии. Гносиологии, то есть о познании. Гносиология – это теория познания. Также ее называют эпистемологией. Но главное, о чем я хотел сказать, это то, что в принципе в философии всегда, скажем так, интересовались темой, каким образом возможно познание. Ну, это очень большой вопрос, и сегодня я не буду, конечно же, его раскрывать. Собственно, его раскрывать можно бесконечно. Но я бы хотел сказать о таком известном мыслителе, как Карл Поппер. Этот человек очень актуален, скажем так, и важен именно сейчас. На его теорию ссылаются многие философы и ученые, философы науки в первую очередь, но не только. И его теория, самая известная, это принцип фальсифицируемости знания. То есть, Карл Поппер утверждает, что знания можно опровергнуть, но нельзя доказать. Он, на мой взгляд, прав, однако отчасти. Опровергнуть – это значит доказать неправоту знания в данном случае. Вот. Дело в том, что, конечно, не мешало бы уйти в экскурс исторический и сказать, что Карл Поппер продолжает аналитическую философию, что он, скажем так, является приверженцем, ну, скажем так, некоторой волны позитивизма. То есть, было много волн позитивизма до этого. Позитивизм, я напомню, что это вера в то, что никакая, собственно, философия науки, никакая философия не нужна для того, чтобы могла существовать наука и могли определяться, ну, как понятия, так логические все выводы делаться без помощи философии. Вот. Однако Карл Поппер не совсем позитивист. Он, во многом, он, конечно, критик многих философов, особенно досталось от него Гегелю, Марксу и много кому еще, так называемый, он критиковал историцизм философии. Вот. Историцизм – это когда некоторые оракулы, как говорил Поппер, называют какие-то прогнозы, они выстраивают определенные схемы истории, говорят о прогрессе, так как Гегель, как делал Маркс, Маркс делал прогнозы даже конкретные, приуроченные к определенному времени, к определенному году, что касается и того же прогресса, и революции, изменения общества. Но в целом Карл Поппер утверждал, что, скажем так, мы остановимся именно на этом аспекте, то, что он говорил, что если знание опровергнуть невозможно, вот, то есть это говорил не он, а такой вопрос появляется. Если он утверждал, что знание опровергнуть невозможно, то что с ним, собственно, делать? Я бы хотел спросить у Поппера. Если есть некая информация, которую нельзя опровергнуть, это нельзя сделать научно, но нельзя ее доказать, то как использовать это знание? Вот. Тут мы можем понять ограниченность этого метода, хотя мы не говорим о том, что Карл Поппер там был неправ, его метод работает и для многих сфер, поэтому конечно же мы не хотим его критиковать просто так, но что же нам остается сделать с тем знанием, которое мы не можем доказать, не можем опровергнуть, вот что с ним делать? Положиться на интуицию и сделать свой выбор в ту или иную пользу, как вариант, например, вот, так как мы не можем сделать, скажем так, такой шаг, положиться на интуицию, не всегда, то есть это возможно, хотя иногда это, иногда это делать очень интересно, интересно к чему это приводит, вот, но не будем заходить в дебри, я хотел бы сказать о таких вещах, когда мы не можем не сделать выбор в том плане, что у нас есть некая информация, ну, например, например, психология, вот, выводы психологии, не будем углубляться в течение психологии, если есть, в принципе, у нас психологи, которые работают, вот, они не могут, скажем так, доказать положение своих теорий психологических, но они с ними работают, то есть мы видим, что не обязательно, скажем так, следовать этому принципу опровержения фальсифицируемости знания, которые предложил Поппер, вот, также еще интересный момент, что же нам делать с тем, что еще неизвестно науке, то есть мы понимаем, что наука, она развивается, и сейчас, что неизвестно, может быть известно в будущем, и тогда, но нам сейчас, но нужно делать что-то с этим сейчас, то есть сейчас нам нужно, делать какие-то выводы, сейчас нужно расчерчивать некий план, схему, вот, и, конечно же, мы вынуждены что-то делать, а наука еще не успела дорасти до этого, вот, эксперимент пока невозможно, например, провести, вот, поэтому я бы хотел сказать, что у каждой проблемы существует множество аспектов, и не стоит никогда зацикливаться, не стоит никогда говорить, что вот, мы уже достигли истины, мы все уже знаем, в любой сфере это, относится к любой сфере, потому что мы не знаем, что может нам открыться завтра, вот, и на сегодня, я думаю, что для первого подкаста этого хватит, тут есть о чем поразмыслить, особенно касательно философии и науки, но не только, как я уже говорил, вот, конечно, хотелось бы сделать еще более развернутое сообщение в подкасте касательно аналитической философии, вот, как ее еще называют, континентальной философии, англосаксонской философии, да, но на сегодня, я думаю, все, конечно же, почитать Карла Поппера, я советую, у него есть интересные статьи, интересные работы и в журналах, вот, конечно, наверное, очень известна его книга, там, где он критикует оракулов, философов, вот, кому-то тоже может очень понравиться, там он, да, начиная с Платона, проводит такой жесткий достаточно анализ, вот, ну, кому нравится, конечно же, стоит почитать, вот, и на сегодня, я думаю, все, ждите следующих подкастов и держитесь, говорится, не забрасывайте мышление, философствование, вот, всем удачи! в следующем году, спасибо, спасибо, Продолжение следует...